Темой второй встречи в рамках проекта «18-й квартал» стал городской сад, история которого в городе над Бугом началась еще в XIX веке. Тогда это был настоящий парк, удивляющий туристов и горожан изобилием флоры и фауны. Экскурс в историю достопримечательности провел краевед-любитель, брещанин Александр Пащук. Уже не один год он занимается изучением летописи родного края, а потому в личном архиве более десятка редких фотографий и документов. Соружение, которое до сих пор осталось там, единственное, павильон номер 4, артезианский, оказывается, это вообще даже единственное сооружение на территории бывшего Советского Союза. Это уже эпоха советского времени постройки. Если взять так комплексно, я считаю, что довольно-таки не только с историей территории этого места, но и с жизнью, потому что если так потихоньку будем раскрывать, начиная, допустим, с городского сада восстанавливать, мы поэтапно начнем раскрывать и отстраивать что-то новое. То есть возвращать к прошлому. Ведь, как говорится, нет будущего без прошлого. История городского сада – это неотъемлемая часть истории города. В этом уверены и музейные работники, и краеведы. Упоминание об этой достопримечательности можно встретить в мемарах самых известных людей того времени. Городской сад существовал у нас в Бресте еще с середины 19 века. И первое упоминание мы о нем находим у Шпилевского, в путешествии по Беларуси и по Лесскому краю. То, ну вот, и этот исторический аспект. Ну и потом, ну по-любому, что такое природа и экология, что такое парк, кроме вот тех парков, которые и зона отдыха в нашем городе существуют. Я думаю, вот это тоже очень важно. Был в городском саду, конечно, и буфет. В рамках проекта сотрудникам музея совместно с коллекционерами удалось воссоздать антураж сервировки стола 19 века. Большое разнообразие столовых приборов, фруктов. И, конечно же, во главе угла – самовар, увидеть который можно было и, что называется, в действии. В завершении мероприятия всех гостей праздника сотрудники учреждения угостили сладким чаем. Продолжение следует...